Ребята, всем привет! Поиск машины для автопробега с Дальнего Востока на Северный Кавказ продолжается. И сегодня у меня есть просто, ну, по крайней мере на бумаге, три железобетонных варианта, которых я хочу посмотреть. Это машина от хозяев, это не авторынок, я со всеми уже созвонился, переговорил. И каждый из этих вариантов хорош по-своему. Ну что ж, я предлагаю не откладывать долгий ящик, зарядить мне Лайсевича. Но если вы еще не подписались, то, естественно, подписаться на канал. Ну и, соответственно, после просмотра видео обязательно напишите свое мнение в комментариях. И первый вариант это Сузуки Хастлер с минимальнейшим пробегом от одного хозяина. Ну и, как я люблю, по весьма привлекательной цене. Роман, вы его себе пригоняли или вы как, просто перепродаете его? Вообще, я его пригнал на продажу. У меня была другая машина. Ага. Ну, я ту машину продал и оставил его себе. Сколько? 40 тысяч пробег, да? А у него аукционник есть? Нет. Ну, по статистике он бьется. Поля добьется, да? Поля добьется, да. Какие были повреждения, поджимы? Дверь меневая, крыло меневая. Ну, входовка вот эта меневая. И давно на нем катаетесь? Соседей. Ну, вот это, я думаю, помирал. Это уже во Владивостоке. Я так только дверь открыл. Ага. Вот тоже прямо от двери. А это еще с этой, с контрактных запчастей, да? Да. Надпись. Да там на Лапауке еще с Японии надпись. Ну, с надписью не ездишь, чтобы не останавливали. Ну, они уже стерпят. А, есть такое правило, да? Нет, это мое личное. И что, работает? Не останавливает? Не останавливает. Ну, как, да? На нем раз шесть, наверное, останавливает. Типа с таможней едешь, да? Что, такой ударчик и ходовку даже пришлось делать, да? Да. Удар колесом был. А-а-а. А эту подушка сработала? Нет. Ну, полистайте фотографии, я бы это как будто скрыт. Развод скреждения. Ну, дело... А там пробег сколько у него был? 24. Ага. Ну, мне как раз на дальняк надо... Ну, покрасили не очень, да? Почему? Ну, как-то шершаво. Или не дополировали, или что? Наверное. Здесь тоже шершаво. Ага. А что, да, шершаво. И эту пластмаску покрасили, да? Нет, она не красится. Нет, вот она, краска. А, это не краска. А что? Это китайская полирода. Ну, я этого сразу не видел. Красно. А вот здесь не красили, ничего? Нет, здесь он не был. Сейчас что-то другое хотите, да? О, ну, вот. Тут чем-то задували, да? Нет. Ну, там видно, даже брызгали это чем-то черным. Нет. Нет. Почти зимняя резина, это, 525. Ага. 15 тысяч можно, да, уступить? Да. Не, вот здесь точно что-то делано. Вот она идет, не отполированная поверхность. То есть шкуренная, шкуренная, но не отполированная. И здесь вот просевшая вот это на этом. Грунт? Не, ну, не знаю, что это. Прямо, прям видно, вот она идет. Считает грунт. Черта вот идет, ну, похоже на шпаклевку. Прямо вот она идет, подкраска, рельеф. И вот здесь покрашена, прям на этот, прям на притертость. Здесь притертость была? Эту дверь не меняли бы? Эту нет. Ну, вот она, тысячка. Ага. Там, если на ход, то повнимательнее посмотреть, там, ну, все кассеты на машине. Угу. Ну, это либо Япония, либо еще одна дверь. Мне кажется, в Японии это, так не делают. Что прямо вот так? Вам только кажется. Не прибора, ничего нет. Вам только кажется. А где? Япония тоже нормально делает машины. В смысле, тоже косячит? Вот кто там делает. Там делают узбеки. В Японии? Думаете, японцы там заморачиваются, шпаклевать машины. Приходят шпаклеванные тачки. Ну, порой так, что переделывают. Да? Ну, я, конечно, по слухам, я так особо, первый раз здесь вообще. Говорят, что вообще там супер, как и заводское качество. Ну, и вот здесь зазорчик большеватый. Видимо, это крыло тоже стукали. Ну, здесь из-под шва ржавчина идет. Видимо, не только, не одно повреждение было. У меня что-то подозрение на Китае. Ну, здесь, смотрите, точечная сварка вот здесь идет. Точки, а здесь, здесь нет, здесь жестко было. Здесь крыло переваривали. Я не знаю, как японцы делают. Да, мне кажется, не видно. Точки делают они. А кто идут? Китайцы, как бы, делают. Могли торцать тачку. Китайцы ударили и потом втихаря сделали? Ну, вот это что? Ну, я просто. Ну, это полироль. Ну, да, такая же, как на крыле, на переднем. Ну, а получается, они осень уже, да, красили? С осени должна стереть. Я не знаю, такое помятое есть. Короче, 15 тысяч, да, скидка? Ну, минимум скажите, я уже буду подумать. 520. 520, да? Ладно, спасибо. Конечно. Как видим, этот хастлер оказался с сюрпризом. Хотя и о ДТП в передней части автомобиля по телефону тоже мне ничего не говорили. Ну, да ладно, едем дальше. Вторая машина это Сузуки Солио. В очень редкой и крутой комплектации. Бандит. Конечно же, по очень хорошей цене. По телефону хозяин сказал, что было в Японии какое-то мелкое ДТП. Что он купил машину уже с замененным бампером. Бампер неродной и покрашен достаточно некачественно. Что красный цвет под сколами проглядывается. Все, больше, в принципе, по кузову замечаний никаких нет. Номера на Тойоте какие-то странные. Типа казахстанский, что ли, старый. Вот такой вот ЖД вокзал в Сибирцево, значит. Там вон паровоз стоит, памятник. Так, ну вот, тачка. Надеюсь, она офигенная. А губы передние не было у него, да? Не было? Увы, не было. Может, она была. Вот я хочу. Ага. Видишь. Красный. Он въебал. Наверное, малый поставил красный. Прокрасил он. И потом, да. А, ну его прямо на машине, что ли, красил? Нет, не говорю, поставили прямо в дуке. А это что такое? Налет какой-то? Я пробовал, бля, полирнуть, как будто лак какой-то сверху нанесен. Непонятно, бля. Значит, тоже некачественно крашеное крыло. Вот, риски под лаком. А ключа два с ней? Один штатный, один библикатный. Это целый. Ага, это какая-то музыка, да, провода? Ну, конечно, там буфер стоит. Такой вот багажничек. Ну, побольше, чем в кейкарах, конечно. Балты вроде не кручены. У меня батя. Взял вот так мухарную тряпку. Положил на капот. Ага. Оно на солнышке высохло. Снял нахо тряпку и капот весь белый стал. Да не, это хулиганы красили, вон, риски под лаком. Это колхожная покраска. Даже просто его, нахуй, не полировали, просто так, нахуй. Это шпаклевка, видите, просела под баком. Да, да, да. Все, без пожара. А вот это выгорели стук, это, наверное, рейка, да? Я посмотрел, у них болячка. Поменял рейку и один куст. А, меняли рейку, да? Я же говорю, менял рейку. А, конечно, еще один куст. Или что, можно пока не одевать, да? Это не выкрасть, этот фар? Тоже было так. Да, ну, я же говорю, блядь, вообще не прикасался. Масло менял. И все, блядь. Вот этот косяк я нахуй не видел. Стука. И самое главное, что стук вот этой, блядь, руля только до 60-ти брызги в скорости. После 80-ти никуда. А, вот это, ааа. Все, с этим, да? Не выкзаработал, да. А интересно, подушка срабатывала, когда ее всаживали? Без понятия даже. Странный звук. Я другие смотрел, вот эти соли, там, во Владике. Такого звука вот не было. То ли где-то сечет, то ли что. Не сравнивай. У меня у Бати 16-го года. У него тоже по-другому работает, имя-то. А кейкара не было у вас никогда? Это как? Кейкар, ну, 0,7 вот эти маленькие. Блин, 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 блин. Я вот, я... Охуенная тема. Я еще кейкар вот тут смотрю. Просто не тянет, блядь. 0,7 еще кондишку включишь, она. Так, ну, что у нас получается? Какой-то непонятный звук на ходу только. Вся полость электроника работает. А это туманки здесь кнопка, да? Туманки включены. Блин, ну здесь крыло не кручено. Вроде бы. А, ну и капот тоже крашеный. Тоже крашеный. Ну, да тоже вон, такая же херня. Возможно. Ну, вот, видите, здесь в тени вот видно. Вот оно. Да, 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 тоже тиранутый нахуй. Капот крашен хреново. Крыло крашено хреново. Бампер тоже крашен хреново. Так, это крыло вроде нормальное. А, ну вот тут заломчик есть. Здесь главное крученная петля, с той стороны нет. Походу подушка вот эта, что-то какая-то странная. Может быть, блядь, братан. Поэтому я ничего не скрываю, я тебе скину эту всю хуйню. Номер кузова хьюзова, чтобы нашли в интернете, посмотрели в действительности, что было с машиной. Я на это не вникаю. Мне это нахуй интересно. Мне главное, что машина заводится, в мороз ездит, ничего проблем нету, печка греет, дети ночуют, все заебись. Как бы, блядь, я вообще на это акцент не веду. Мне похуй. Все машины с Японии приходят битые. Но я тоже сейчас продал. Левый этот нахуй. Левое крыло, нахуй, по самому бензобак переваренное. И ничего, человек посмотрел, а что, говорит, я хотел. Во-первых, за такую сумму. Во-вторых, нахуй, ебать, пять лет уже в России у одного хозяина. И, говорит, что я хотел в этом видеть. Если бы оно было сделано китайцами, как вот мы сейчас видим с тобой. Вот здесь, да, три элемента, конечно, вообще. А там сделано настолько грамотно, там даже шва не видно. В Японии, да? Шпак нету даже. Говорит, блядь, ну, сделано просто по-японски. Нормально. Хули, тут доебываться. Да, видно, что, чуть-чуть видно, что, да, вареное, нахуй, крыло. Да похуй. Человек взял все, он ездит, нахуй, сказал. Вообще, блядь. Нахуй. Хули заострять внимание, если тут все заебись. Короче, зима, нахуй. 17.50 время. Через 10 минут рынок закрывается. Мне машину надо. Уехать нет, чем автобусов нет. Все, пиздец. Я смотрю, стоит машина, блядь. Ну, блядь, посмотрел, вроде, все нормально, нахуй. Присел, что-то не подумал. Да на, деньги все оформили себе. Только, нахуй, он вылез с машины. Я, охуяк, вот так делаю. Он, охуяк, и встал. Полом. И все, и дальше не опускается. Сильнее давлю, нахуй, зеркало. Охуяк, и свернулось. Провода вот тут были под дугой. А то рано, короче. И просто. Потом, когда уже через месяца три, я увидел, что у меня вообще ухо даже другое стоит, не от этой машины. Разные уши, представляешь? Я охуел, блядь. Потом, когда начал бардачок здесь чинить, ну, что-то он выебывался, нахуй. Полез туда глубже, нахуй. А там пенопласт под ногами лежит. Вот такой вот толщиной. Он вот так в гармошку смятый. Я туда дальше, нахуй. А там порог, нахуй, просто вот такая щель, порог, нахуй, вырезанный. Прикинь? Ни херена себе. Я там, ну, нахуй, вот так вот подъебался, представляешь? Расстроенный же, не говорил, нахуй. Безду съела бы, блядь. А здесь снизу смотрели, там есть что-нибудь? Смотрел, все целое. Отвечаю. Можем заехать на эстакаду поскольку. Да, конечно, неприятно вот это, что и подушки, и вот эта морда, блин. Согласен. Дело такое, да. Всем оказывается, устроился. Ага. Как говорил товарищ капитан Кириллов, блядь, на скорость не влияет. Бандит. В общем, по этой Сузуки Солю, возможно, ДТП было там и не катастрофическое, если. То, как минимум, тут надо перекрашивать или искать в цвет три элемента кузова, да. А это тоже те еще приключения, там, где найти достойных маляров или эти элементы искать. В общем, восстановление подушек безопасности тоже. Я посмотрел, там, то 20 тысяч, то 30 тысяч продаются подушки. И еще там какая-то пометка, типа, без патрона или что-то такое. Короче, я посмотрел цены и понял, что восстановить эту машину, да, и все равно ты это сделаешь. И это будет такой, ну, давайте откровенно, подуставший вариант с каким-то левым звуком из мотора, там, на определенных оборотах, кучей колхоза с какими-то проводами, сабвуферами и так далее. Очень сильно хотел купить эту машину. Электродвери, запуск кнопки, астоп. Все просто супер, круиз-контроль. Это идеальный вариант для меня, но вынужден я отказаться. Ну и последняя моя надежда, так сказать, это Сузуки Хастлер, 14-го года, от одного хозяина. Смотрим. Здравствуйте. Так. Ну, рассказывайте, что хорошего есть, что плохого. Что плохого? Ну да, но все равно это же не новая машина, есть какие-то нюансики. Нюансики? Да. Салон. Салон. Недавно. Салон. Так, тут что у нас, подогрев сиденья, это антиюз выключается, это А какая-то. Тут дистанция, вот эта штука, да? Так, а тут прикуриватель. Погодка, конечно, блин, такая морская какая-то. Морость. Морость. Колеса зимние, да, у вас стоят? Нет, это, блин. Летние. А еще не переобувались, да, вы? Я не хороо, такого спроса нету, и сколько, сколько я еду. А можете этот открыть, ключок? Ты что-то примержал зимой, да, его отковыривали? Да, это пацаны, понимаешь, пацаны колесли, вовремя остановились. А, хотели слить бензин? А? Хотели слить бензин, да? Не знаю, что они хотели. А, хотели, короче, взломать эту штуку, да? Да, хотели взломать. Вот, блин, вандалы, а, ё-моё. Да, пьячь. Слов, ты, что пью, на пищу, то на шлейку, то еще что-то. ПТС бумажная у вас? Да. Это вот замена масла, я очень часто масло 5-6 тысяч меняю, 5-6 тысяч меняю масла. Ага, на 118 меняли, да, получается, 3 апреля. Резина 17-го года. Она не турбовая, да, обычная? Турбонаддув. С турбом? Да. С турбиной как не было никаких проблем? Нет. Вот тут не сама турбина, а тут сделан турбонаддув, понимаешь? Да, я понял. Она, я сказать, отличается. Видишь, как тянет, да? Как это самое. Тут тахометра нет, да? Походит. Какой тахометр? Ну, а обороты не показывает, да? А, нет, ну показывает. Почему? Тут надо щелкать просто, все в одном сделано. Вот цифровой. Кондиционер работает? Работает все. Вот только сволочи всегда пытаются обидеть маленькую машину. Ну, это да, есть такое дело. Если не большая и черная, то все. Самое главное в этой машине, я нигде не знаю пробок. Везде проеду, везде поставлю машину, в любом месте. Она верткая, юркая, короткая. Главное, две зимы пережил. Все машины стояли на приколе, а я спокойно ездил. А почему? Проходная. Очень хорошая проходимость. А, да. Камера заднего вида, да, есть? Так, понятно. А торг есть у вас? Есть. Какая-то есть минимальная цена, сколько можете скинуть? Это как? Состояние, в принципе, понятно. Вот, только что дождь, там все, кузов особо там не видно. А так нормально, особо претензий нет. Ну, вот только вот по кузову, что, взломать там пытались. Да, да. Не пробивали здесь все в этой самой приборке. Прибором, да? Да. Нигде не взятен, не царатен, ничего. Я просто калифан мне подогнал. Сип он. Ну, твою предложение. Не, ну, вы, ну, просто я не знаю, как торговаться. Двадцатка. Четыреста девяносто, да? Это четыреста семьдесят. Не это, не подумайте. Подумаю, да, подумаю. После, значит, осмотра хозяин мне перезвонил, предложил цену четыреста восемьдесят. Но я так посмотрел, там беспробеговый, там чуть похуже комплектация, но цвет зато повеселей. За четыреста восемьдесят там есть машины. Предложил, значит, ему я четыреста пятьдесят. На что он согласился. Договорились на второй просмотр, потому что машину я смотрел в дождь. По сути, кузов я не посмотрел. Короче, беру задаток и еду навстречу. Приехал, блин, посуху посмотреть машину и дождь начинается. Потому что, ну, вот здесь, да, это все зашоркано. Вроде, вроде отполируется. Большинство, по крайней мере. Здрасте. Противотуманки есть, да? Да. А как они включаются? Как они включаются? Ну, вот, включаются. Фарами? Да. Ага. Это родные противотуманки, да? А то просто я смотрел, они еще, бывает, кнопка отдельная включаются. Нет. Нет? Здесь чисто повернул и все, тут уже не заморачиваешься. Они загораются и все. А тут еще под сиденьем какая-то батарейка стоит, да? Да. Эта батарея отключена. Понимаешь, почему? Почему? Потому что здесь стоит вариатор. МР-31. И дороги. Дороги. Здесь это не гибрид. Вот стоит гибрид желтый. Ходишь? Угу. Гибрид, то есть, на светофоре остановился. Он погас. То есть, вот, двигатель. Ну. Раз. И все. А потом, может, и не завестись, как одна женщина. Поехал, проклял и тут же продал. Встал, загнух, ну, в светофоре. Потом, когда педаль отпускаешь, она должна завестись. Я понял. А пиздец. Ну, у вас эта функция же есть, да? Да. Она есть, но... Она не работает? Или она как? Я ее отключил. Поехал, я отключил. Говорю, мне не надо проблемы. А, в смысле, вы куда-то поехали? Не кнопкой отключили? Нет, я ее долго не отвечал. Ведь специальник ее оставил. Я ее брал, так заклеил, чтобы она... А ее включить-то можно? Эту функцию? Ну, это же, как одна из функций машины. Я не знаю, я не отказался. Или она, наверное... Вы скажите, как есть, или она сломалась, или что? Что? Я тебе батарею сейчас покажу. Какая... Нет, что мне батарея? Надо, чтобы... Ну, да, я видел, да, в этих обзорах. Что тут батарея... Зачем же отключать-то ее? Да, потому что не шутил. Да, она же этой, получается, кнопкой отключается. Да? Да. Да, все. Короче, получается, ее не отключали, просто она сама разродилась и села. Сама все. И сейчас там ошибка горит, да? Да. Можно посмотреть? Сейчас. А, вот это АОФ. Нет, это дневничок. Да, ну, тут что-то вся панель горит. Это, получается, холодный двигатель. Дверь, ремень. Да, ремень. А вот это желтое, значок, это? Это так, колодки, я вижу, движения размыкаются. Колодки закисляют. Это зимой частенько. С тормозной жидкость, ну, что-то что-то может. А, ну, это антиюз выключается, да? Да. Все, выключился. А вот эти три, получается, ошибки. Это ерунда. Сейчас поехать несколько раз на тормоз нажать. Там, как бы, встречный воздух, ремень, продвижается. Так, а эта, получается, система, вот эта не работает, которая, сближение, да? Да, она работала. А, это то, что дверь была открыта. Ну-ка, попробуйте открыть дверь. Нет. И эта погасла. Все погасла, да. Сколько стоит, не узнавали ее поменять? Это надо в Японии. Если хочешь, чтобы она была нормальная, то надо в Японии заказывать. А тут не продаются? Здесь шарманчики. Я попытался купить. Раз она села, поехала. Есть компания, которая занимается. Они говорят, подойди туда. Я поехал. Говорю, ребята, у вас батареи есть? Они есть. Сколько даете на проверку? Нисколько. Я говорю, в смысле? Нет, мы не даем нисколько. Покупаешь. Я говорю, а если она неисправна? Я купил, блядь, допустим. Она от 6 до 30 может стоить. И что дальше? А это, говорит, нас не волнует. Вот и все. Я не стал покупать кота в мешке. Был бы хороший у меня электрик, я бы его взял и поехал туда. Вот так я и не понял. Иногда вот зимой тоже все загораются. Вот. Только поедешь, блядь, все гаснет. Ты же говорю, колодки вот эти вот. Короче, это электрика что-то чудит получается. Нет, это... Да, немного может быть и есть, но проверяли. Только причина одна. Проверял, когда все. Он сказал, вот эту батарею надо менять. Что же не сказали? Я же спрашивал, чего хорошего, чего плохого по машине. Вот я про нее-то и забыл. Я думал про эту... Система сближения часто загорается? Просто видите, она самопроизвольно загорелась, самопроизвольно потухла, получается. Может, ее подтопляли там в Японии, и поэтому вот с электрикой такие... Машины, ну, чудеса с электрикой, видите, какие. Машина не подтоплена. Ее все проверили. Пороги вскрывали все. Пороги вскрывали или же? Что же лампочки так своей жизнью живут, получается? Как по закону попрости. Понятно. Ну, ладно, что буду смотреть, сейчас сколько починить стоит. Ну, что за херня, что за невезуха такая, а? Да ее, понятно, ее бы и забрали давным-давно уже, если бы там только полирнуть надо было. В общем, после всех этих подробностей с электрикой, я, прикинув все риски, решил позвонить человеку, ну, так как машину мне все-таки надо какую-то покупать, предложить ему цену 400 тысяч, с учетом всех рисков для меня. На что хозяин мне ответил. Пришел заказ, который я заказывал. Он очень долго шел. Ага. Именно с такого хаскера. Один в один. А что не сказали-то вчера, что вы ждете, чтобы повысить? А что вы говорите? Когда разговор идет об одном, а я буду кормить завтра, конечно. Короче, ребят, я понял, что понижу рынка, искать бриллиант среди хозяев, это такая себе затея. Сами видите, у человека, то с машиной проблем не было, то, значит, он батарею высоковольтную отключил, то, оказывается, она сломалась, то, оказывается, он ее с Японией заказал и не говорил об этом. Ну, в общем, непонятно, где правду искать в этой ситуации. По тому же низу рынка, как бы беспробежные тачки с живым аукционником, найти как-то более реальный вариант. И завтра, а для вас в следующем видео, я отправляюсь на авторынок, снимаю деньги с банкомата, отправляюсь на рынок с деньгами, уже как реальный покупатель, уже забирать какую-нибудь тачку с живым аукционником, с реальным пробегом, ну и, соответственно, по минимальной цене. Так что пожелайте мне удачи, и чтобы ничего не пропустить, жмите на колокольчик. Все, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok